Они ничего не делают того, что должны. Вокруг школы номер 18 разразились настоящие баталии. На днях стало известно, что здание на Софьи Перовской снесут и всех учеников переведут в другой корпус. Часть детей будет обучаться во вторую смену. Это рушит все наши планы, делятся родители. Для нас это просто критично, потому что спортивная карьера ребенка практически закончится, что если будет вторая смена, тренировки с четырех часов, мы никак не можем учиться во вторую смену. Уфимцам сообщили, что в течение нескольких лет на месте нынешней школы возведут новую. Мы хотим увидеть гарантии, какие-то документы, что на этом месте будет построена школа. А у вас есть какие-то предположения, что здесь другое что-то может построить? У нас же любят строить многоэтажки. Часть родителей считает, что переход в другой корпус – самый оптимальный вариант. Если есть хоть один процент, что детям учиться здесь небезопасно, мы, конечно, за переход. Хотя это неудобно нам всем. И у нас у всех слетели кружки, секции. На самом деле, я считаю, что это не главное. И второй момент, на который бы хотелось обратить внимание. Ведь это земля, на которой находится это здание, находится в собственности у города. И какое оно решение примет – по застройке или по школе. Это уже по большому счету у нас не касается. На место приехал и замначальника городского управления образования. Султан Бадыков сообщил, что соседние школы пошли навстречу и готовы принять тех, кто хочет учиться в первую смену. Что касается проектной документации, то беспокоиться незачем. Школа будет построена. Готовить соглашение с одним из застройщиков, который у нас здесь будет проектировать школу на 700 мест. То есть здесь однозначно будет стоять на 700 мест школа. Вы все прекрасно знаете, что здесь у нас напряженность со школами есть. Директор школы сообщил, что решение покинуть здание приняли после того, как получили результаты обследований. Организация подрядная провела полностью, изучила данное здание и выдала нам заключение о том, что это здание признано ограниченно работоспособным. По их рекомендации было принято дополнительное обследование, геологические изыскания. Вот уже на основании двух этих самых заключений сейчас принимается решение о приостановке работы данного корпуса с переводом всех учащихся. Далее в кабинете директора родители школьников ознакомились с документами. Сейчас уфимцы ждут одного – скорейшего возведения нового здания. Ну теперь самое главное, чтобы короткие сроки все-таки построили новую школу. Не очередной жилой дом, а именно школу. Потому что район разрастается, школы переполнены. И мы готовы потерпеть, лишь бы это все не затянулось надолго. Как скоро будет построена новая школа в администрации города, не уточнили. Сейчас идет поиск застройщика, который, собственно, и возведет новое здание.